меня зовут антон росланов вместе со мной мой коллега павел садков добрый вечер которого вообще-то принято представлять как шеф-редактора журнала телепрограмм да пойдет для порядку для порядку сегодня нас особенный гость это я про себя говорю особенный потому что с большим уважением к тому что этот человек делает отношусь и слежу с пристальным с пристрастием что называется это вадим демчук здравствуйте здравствуйте я бы я я мог бы перечислять вообще кто такой вадим демчук мне кажется что для нашей аудитории вполне достаточно сказать два слова вадим демчук спасибо спасибо этому будет достаточно хотя вообще-то и актер и продюсер и и психолог кандидат ну да я люблю кокетничать говоря о том что я прошел через все форматы и во всем развороте это интернет это и радио это и телевидение и кинои и о Village проекты и педагогические книжные и так далее вот все ваши регалий все ваши эксперименты с людьми которые извините за эксперименты с людьми дал эксперименты с ну просто эксперименты с этой жизнью где участвуют люди так или иначе это безумно интересно я представляю какая работа происходит вашей голове я представляю сколько у вас фанатов людей которые анализируют вместе с вами то, что анализируете вы, но при этом для массового сознания роль одна, и она очень важна. Это роль, действительно, я искренне, без всякой иронии, роль доктора Копитмана из «Интернов». Блестящий сериал, блестящий по своей энергетике, и ваша роль там, она, конечно... — Ярка. — Ярка, и, ну, не знаю, одна из моих любимых ролей в комедийных, из последних, которые есть в сериалах. Она действительно блестящая. Я понимаю, что вам вопрос этот задавали многократно, но, тем не менее, какими умениями, какими силами вам добавила эта роль, каких сил вам добавила эта роль ко всем вашим экспериментам? — Вообще, актерская профессия — это профессия компромиссов. И в актерской профессии нету верха и низа. То есть в актерской профессии невозможно испачкаться, потому что в любой среде, если в тебе есть стержень, зуд творческий, и это фаллическое актерское начало, умение заглатывать в себя внешний мир, пропускать через свою творческую машину, снова опрокидывать этот акт вращения, то ты везде найдешь изюминку, которая привлечет к тебе внимание. И мы же получаем очень много вопросов. Вы с таким количеством регалий. Ну как вы опустились до ситкома и так далее. Это качественный и тотально защищенный и реализованный на 100% продукт в своей весовой категории. И поэтому для актера, конечно же, это испытание — войти в такой формат и все-таки реализовать этот главный феномен актерской профессии, когда персонаж перестает толкаться тобой. Он начинает жить свою собственную жизнь. Ты ему дал, ты его материализовал. Я во всех интервью говорю, что, ребята, я не играю Ивана Натановича. Я его не играю. Это вопрос не ко мне. В этом сериале снимается Иван Натанович Купитман. Доктор-венеролог. Это с ним заключены все договора. Он приезжает параллельно со своей работой. Я не имею к этому никакого отношения. И для меня это вершина актерского мастерства. Персонаж зажил свою собственную жизнь. Он вхож уже во все дома России. Он как Чебурашка и Крокодил Гена уже узнаваем. Его цитируют, его фотографии, его бокалами и его вот этими жестами поздравляют друг друга на вечеринках. От него пишут монологи. И это прекрасно. Это здорово и удобно. Смотри, Паша, я... Момент. Себя хвалить, ну, как бы не очень камельково. Не очень здорово. Нет, нет, на самом деле. А когда говоришь «он», здесь может себе позволить гораздо больше. Мне кажется, здесь и себя можно говорить. Мне кажется, очень удобно. Скажите, вот на самом деле, если взять этот персонаж и вытащить его из интерна, это достаточно печальная, во многом трагическая фигура. Одинокий человек с огромным количеством комплексов. Во многом нереализованный, талантливый человек, который попал в ситуацию, когда он делает какую-то, ну, шерпотреб, да, то есть некую работу очень такую рутинную. Это трагический образ, вот на ваш взгляд, если его, опять же, вытащить из этого сирка? Ну, вот это то, чем отличается русская продукция от западной сериальной продукции, да, и мультипликация то же самое. Если вы посмотрите, допустим, Маугли русский и Маугли диснеевский, да, плосковатая фактура, как бы, вот диснеевского у персонажей, и какая объемная, ежик в тумане, этот самый Карлсон. Пятачка, возьмите пятачка. Это же все настолько объемные, наваристые, мясистые, внутренне бурлящие, каким-то протестом, какой-то болью, какой-то досадой, какой-то... Это русская, как бы, традиция, и поэтому, вот, я очень горжусь, кстати, вот последним блоком интернов, как мы закрыли и вышли из игры. Красиво, изящно, глубоко, и в таком эльдар-рязановском, таком щемящем стиле, такого русского юмора, да, и поэтому, конечно же... Легкого, с небольшой грустинкой, но тем не менее... Да, 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 но все... Тем не менее, каждый персонаж в сериале «Интерны», он светится изнутри. Светится азартом, как бы, самой идеи, актеров, да, и так далее. Мы же... Здесь же нужно о том, как снимался сериал «Интерны», нужно снимать отдельный фильм. Иногда вырубалось все минут на 20, на 30 просто от хохота. Просто все лежали под столами, ржали и просто не могли, и вот все, камера, мотор, и снова... И снова начинается ржать, особенно... Заканчивая линию персонажа, да, насколько он трагичен или нет, но в итоге это все заканчивается тем, что он в итоге... В итоге он состоялся... Итог, двоеточие, он счастливый человек. В итоге, пройдя через три брака, в итоге он встречает абсолютно непредсказуемую, и никто бы даже не подумал, что в Любе он найдет эту глубокую романтическую привязанность, да, и влюбляется. Я просил у сценаристов детей тройню. Люба должна была родить Купитмана тройню. Ну вот они как-то не прописали, как-то вот остановились на теме режиссии. Надо поговорить с сценаристами. Но я просил тройню. Ну, может быть, спустя 10 лет у Славы Дусамхамедова, насколько я знаю, в задней части головы все-таки сидит эта идея сделать в стиле Дюма 10 лет спустя. Вот, мы иронично относимся к этой задумке, но чем черт не шутит? И вот там, я думаю, мы застанем Купитмана уже в окружении деток. Продолжая разговор о Купитмане, есть такая история, особенно на Западе, когда из одного очень успешного проекта вырисовываются там параллельные сторонние бисайды, как угодно назовите. Например, из сериала «Во все тяжкие» вырисовался сторонний проект, где адвокат там главную роль играет. Если бы вам предложили сделать такой же сторонний сериал под названием «Купитман», вы бы согласились? Нет, 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 это уже неинтересно. То есть, есть же процесс творческого развития, и я сейчас возвращаюсь в свою альмаматор, возвращаюсь серьезно. Это театр, это живое взаимодействие с аудиторией, это педагогические проекты, это детские проекты. Сейчас очень много. Вот такой вышел огромный проект под названием «Спасатель» вместе с Димой Дюжевым, Глебом я озвучиваю как бы там зло, и там детки попадают в разные ситуации, где зло искушает и взять спички, и поиграть, или попрыгать по льдинам, перебравиться на другой берег, и появляется «Спасатель», потому что всегда критическая ситуация. И это удивительный проект, касаясь образовательный. Это не спектакль в чистом виде? Да, это не интернет-проект, это и журналы, и книжки, и интернет-история. Но у каждого есть гаджет, он скачивает, ребенок скачивает туда проект, наводит на раскраску, раскрашивает нужными цветами, и в гаджете этот мультик оживает в тех цветах, какими ребенок раскрасил. То есть вот такой вот интерактив, который уже включает ребенка, погружает ребенка тотально в эту реальность, и постепенно как бы загружает эти… За что бы многие мамочки спасибо-то вам бы точно не сказали. Они наоборот скажут спасибо, потому что ребенок будет аккуратно относиться с ножами, обращаться со спичками. На прогулках там вот сейчас целая серия, как воздерживаться от общения с некоторыми подозрительными персонами. Это все спасатели потом появляются и как бы… То есть это образовательные вещи через игру. То есть игровой контекст, это геймификация, она проникает сейчас все. И это моя такая основная пульсирующая радость, ну, совершать вот вехи толчковые именно в этом контексте, да. Геймификация, которая внедряется во все сферы жизни. То есть театр, он же как пыльная история, уже, ну, вот остается на своей территории. Это музейная тема, да. Театр, весь мир превращается в площадку игровую. Да, и, конечно… Когда вы говорите театр, музейная тема, вы говорите, в первую очередь, про профессию или про формат? Про профессию. Про формат, про формат. О профессии мы еще можем поговорить. Лет через 30-40 актерская профессия вообще не будет нужна. Я абсолютно в этом убежден. А что будет? Что будут библиотеки колоссальные. Посмотрите, какие игровые контенты сейчас создаются, да. Они неотличимы от реальных вещей. Графика достигает такого колоссального уровня. Ты просто забиваешь в клавиатуру. Я хочу внешность, ну, назовите какого-либо актера. Алпачино. Голос Де Ниро. Вы забиваете все. Мне нужна такая-то ситуация, такая-то сцена. И вот тебе, пожалуйста, уже возникает тот или иной. Когда, помните, например, Хоббита. Пустошь Смауг. Это дракон Смауг. Казалось бы, он нарисованный. Он компьютерный. Но его играет, причем всерьез играет с этими датчиками на голове, на руках и так далее. Его играет, господи. Слушай, ну мы сейчас находимся в начале 21 века. А Владимир говорит про то, что будет через 30 лет. Через 30 лет... Ну вот смотри, сейчас, несколько лет назад, ну, чуть меньше десяти, мы отпраздновали столетие кино. Сейчас уже накоплен такой колоссальный контент актерских воплощений. Сыграть чего-то нового, что-то новое уже невозможно. Все уже сыграно. Все уже повторение. И просматривая тот или иной фильм, я тебе скажу, а это вот в этом фильме. А вот здесь она сыграла так, как там. Здесь вот это пересечение, это невероятно. Ребеночек до 10 лет, он упакован всем эмоциональным контентом, который раньше люди проживали за 2-3 жизни. До 10 лет. Через мультики, через... Все уже нарисовано, все уже изобиловано, да, вот этим. Теперь с этим материалом, то есть добавлять ничего уже не нужно. С этим нужно просто работать. Это нужно коммутировать. И на основе этого можно создавать другие вещи. Будут писаться программы, естественно, любых эмоциональных состояний, со всеми нюансировками. И можно будет набить клавиши, как звуковые шумы сейчас в библиотеке. Чинь-чинь-чинь, понатаскал. Их огромное количество, миллионы информации. Сейчас кто-то в каком-то тексте в мейкапе, в этом самом... В стендапе кто-то говорил, чтобы посмотреть все фильмы, которые отсняты человечеством, нужно прожить. И он называет какое-то число. Невероятное. Столько-то там миллионов жизней. Такой объем информации. Я считаю, сколько времени надо для того, чтобы посмотреть все 13 сезонов интернов. Любопытное количество... Ну, хотя бы тоже, да. То, о чем вы говорите, на самом деле меня печалит. Потому что исчезает... Если вы будете правы, если вы будете правы, то исчезнет тот самый момент... Меня ничуть не печалит. Ручной и штучной работы. У меня вызывает... Которую мы, например, да, то, о чем Паша говорил, например, купит ман. Ну, это ручная абсолютно работа. Это выделка вот такая. Я думаю, что к тому времени, когда это все станет реальностью, этой потребности уже не будет. Ну, да, уже будет проще. Ну, три поколения... То есть уже потребности будут другие. Люди уже перейдут на совершенно другой уровень. Уже не физиологического общения. Это вот, опять же, к вопросу о том, что язык как таковой, он исчезнет. В нем необходимости не будет. Все развивается по спирали. Я сейчас договорю. Подожди, я сейчас договорю. То есть возникнет язык химических элементов. Это определенные препараты, потребляя которые, человек будет выходить в то или иное состояние, которое будет достигать... Ну, которое будет фокусировать то или иное взаимодействие. Язык как таковой тоже отомрет. Ну, это все, если к футуристам обращаться. Да, что-то как-то... Это невероятный... Ну, ладно, телевидение, но театр. Все развивается по спирали. Все развивается по спирали. Когда вы говорите о потребностях людей через 3-4 поколения и говорите о том, что они будут наверняка совершенно другие, и в этом отношении в том числе. Здесь я с вами соглашаюсь. Но про спираль не будем забывать. Например, возвращаясь к началу нашего разговора и то, что сейчас... Как мне нравится, что наш разговор принял такой оборот. Сейчас мы еще подберемся. Ребята, я забуду мысль. К тому, чем вы занимаетесь после интернов, к театру конкретно. Вы же делаете спектакль, который так или иначе коррелируется с тем, что вы делали во Фрэнки Шоу. То есть все возвращается. Не только. Не только. Ничто не возвращается и ничто... Но в том числе. Нет, нет, нет. Два раза войти в одну и ту же реку нельзя. Естественно, есть любимые вещи и есть навыки, которые уходят в эти моменты. Но Фрэнки Шоу в том виде, в каком он был в населении, никогда не повторится. Но умение владения словом, умение заглатывать аудиторию внутрь, то, что делал Фрэнки, рождая реальность внутри своего сердца, опрокидывая через эфир на внешний мир, подключаясь к их энергии, снова втягивая. И вот возникал этот огненное колесо образности, которая заставляла людей, приехавших уже домой на машине и слушавших Фрэнки, потом по 20 минут еще сидеть в машине и дослушивать. Казалось бы, иди домой. Нет, не могу, потому что это... Потому что где-то захвачено. То есть Фрэнки уже заглотил это в сердце и не отпускает. И это, конечно же, мастерство. И на этом построена вся технология актерского мастерства, которую я преподаю. Потому что актер, выходящий на сцену, конечно же, это маг. И рождая какую-то реальность внутреннюю, он настолько в ней убежден и до дрожи, до вибрации, до слез. Эта энергетическая волна обрушивается на зрительный зал. Он втягивает зрителей обратно. И через любые приспособления он начинает вращать этот энергетический поток. И у зрителя нет шансов. Придите на «Закрой глаза и смотри». С большим удовольствием. И на «Арликиниаду». И вы увидите, как работают мои 12 апостолов. Я их так называю. Да, так скромно я их называю. Это же команда тоже благодаря Фрэнки Шоу. Они начитались с моих веселых книжек, которые тоже на этом же принципе построены. То есть живого торуса. Торус – это фигура, которая взаимоаккумулирует себя. Вечный двигатель такой. На принципе торуса, артистический торус, мы его называем, эту практику. И они в какой-то момент прижали меня к стене. Сами пооканчивали институты. И с чувством неудовлетворенности, недоданности чего-то в профессии. Профессия не такова, какой она. То есть нас научили не той профессии, какой она является на самом деле. Этот зуд заставил их прижать меня к стене и говорят, ты чего-то знаешь. Ну-ка давай, колись. Я им сказал, что я ничего делать не буду. Вот есть тексты, есть информация, которая уже полного от меня. Читайте, приносите, приглашайте. Я приду, буду смотреть. И так родилась Орликиниада. Они просто начали приносить и показывать. И так начался педагогический процесс. И здесь произошел этот удивительный обман, потому что каждый из них родил что-то свое и выложил. Для всех. А когда уже возник спектакль, они поняли, что то, что они родили сами, не то, что их кто-то чему-то развел, поставил, показал. Они теперь вынуждены это защищать. И так рождается бизнес структуры. Если организатор или директор мудрый, он дает персоналу своему родить что-то ценное для них. И на этом строить бизнес. У меня такое ощущение, что я сейчас поймал себя на двух мыслях. Первое, это то, что я читаю книжку. Это рекорд, я думаю. Во-первых, да. Как будто я читаю книжку про Старбакс. Если кто-нибудь читал, кстати, прочитайте. Книжка называется «Дело не в кофе». И там мысль главная как раз то, о чем вы говорите про людей. А второе, что я не на интервью нахожусь, а как будто гуру пришел, а научи-ка меня. И оторваться невозможно. Можно я перебью Антона и задам вопрос? Торус достиг Павла. На самом деле, то, что вы сказали про будущее, у меня есть моя примета, не могу ее облачить в такие красивые слова, как вы, но она примерно так звучит, что если я что-то придумал, как все будет, то так точно не будет. То есть все будет обязательно по-другому, потому что все превходящие невозможно присчитать. То, что вы говорите, наверное, тоже так не будет. И язык так или иначе останется, и театр так или иначе, и актеры останутся больше того. Я немножко по-другому. Вот скажите, вы, когда создаете свое общение с публикой, вы понимаете, что эта публика с каждым годом, она уходит куда-то совершенно в другой мир? Вы сказали про гаджеты. По самым, даже не, скажем так, информативным подсчетам, просто если посмотреть, человек минимум полжизни проводит сейчас в телефоне или в iPad. И что он там делает? Чертова знает. Но есть ощущение, что голова у людей уходит куда-то совершенно в другую реальность. Вот как вы к этой проблеме относитесь? К тому, что количество гаджетов, оно на самом деле нас, ну, если не убивает, то меняет кардинально. Я позитивно. Я настолько оптимистично смотрю в будущее, потому что, во-первых, воевать и противиться тому, что, естественно, толкает нас вперед, и что, несомненно, будет и победит, и в коммерческом контексте, потому что это окупаемо и весело, и в развлекательном контексте. И все это очки со сдвоенной реальностью. Это вот реальность буквально через 2-3 года. Мы будем покупать эти очки, где будем заказывать реальность, и я буду общаться с двумя слонами, смотря, и у меня будет улыбка до ушей, потому что тут это вы, а тут это не вы. Например, да, или аудиально буду слышать ваши голоса уже... Или что-нибудь такое, да, или я буду приходить домой, нажимать на кнопочку, и все стены, в которые будут вмонтированы светодиоды, превратятся в океан, и я уже среди китов на глубоководье и так далее. В Японии это уже целые кварталы такие, где люди уже не снимают маски, они уже существуют в глобальном сериале мультяшном, где все мультики и все герои их, вот этой вот японской мультипликации, они ходят по улицам. У них манеры, у них взгляды, у них целые напитки, еда, кафе, там официанты, они видят антуражи, декорации. Это все уже целые как бы контексты. Мир будущего будет организован как игра. Нет выхода, нет смысла бороться с этим. Наоборот, есть смысл развивать, понимать и входить в этот контекст, чтобы освободить игру в итоге, ну, в пустоту, да? Вадим, еще 20 лет назад... Сказал человек, который организовал школу игры. 20 лет назад этого будущего не было. Сейчас мы в нем одной ногой уже стоим. При этом 20 лет назад было абсолютно четкое убеждение в том, что, извините, Бога нет, и в том, что все оставшиеся религии, так или иначе, они доживают свои времена. Сейчас ощущения совершенно обратны. Сейчас ощущения, что есть доминирующая, религиозная некая доминанта в образовании и в пропаганде государственной. И у нас, и не только у нас на самом деле. Как вы относитесь к тому, что религия стала приобретать совершенно другое значение, чем даже 20 лет назад, буквально, вот мы можем обернуться и вспомнить, как это было. И что будет дальше? Не будет ли то, что вы говорите, не слоны, которые в очках, а нечто, скажем так, более суровое? Я не думаю, что у какой-то конкретной религии есть шансы подмять под себя и трактовать реальность только в каком-то одном контексте. Реальность будет все больше и больше рассыпаться на... Внутренняя и индивидуальная реальность, да? Потому что в любом случае природа реальности, извините, что мы на такую глубину уже погрузились, она зависит, она никакая, она отсутствует... Ее нет в ней рамок твоего сознания. Это матричная фактура, которая зависит от того, какую программу вы в нее загрузите. И она с удовольствием, с улыбкой Джокера преподнесет себя в той форме, в контексте которой вы проявили свои творческие усилия. То есть вы захотели увидеть, вы вложили в нее, в реальность, и она распаковалась этими смыслами. Она стала таковой. И у вас убежденность, что реальность действительно такова. Если мы религиозные продукты, религиозные форматы загружаем в нее, она для этих людей распаковывается в этих религиозных декорациях. Тибетцы загружают свою программу, и для них это буддийский пантеон со всеми многорукими, многоголовыми персонажами, божествами. Индуисты или иудаисты, или мусульмане, они свои продукты загружают. Да, и реальность с удовольствием им преподносит. Конечно же, есть Бог. И Он такой, каким вы Его видите. Но этих описаний невероятное количество. И параллельно возникают персонажи, которые, конечно же, все это осмысляют и говорят, что реальность, она настолько игрива, она готова преподнести себя в таком разнообразии явлений. Поэтому, если мы рассматриваем реальность таковой, то мы начинаем ответственно относиться к тем продуктам, которые мы загружаем. И понятно, что человечек загрузил продукт, и он настолько в нем убежден, что готов резать горло тому, кто описывает реальность по-другому. Ты описываешь. Она не может быть такой. Она вот такая, такая. И у него уже красные глаза, у него уже слюни. Он уже готов сцепиться, уничтожить, растерзать. А будущее в том, что территория предоставлена всем. Дикое поле, где есть место для всего. Скажите, а как же так получается? На самом деле, большинству людей, ну как это не обидно, да, они все-таки, ну, ленивые, нелюбопытные, да, что называется. То есть то, что вы говорите, это для людей с фантазией. Вот у меня, например, уже не столько фантазии, сколько, чтобы воспринять все, что вы говорите, даже у меня. Ну, не даже, а у меня. Вот. У Антона, конечно, есть этот человек со слонами, у него все в порядке. Но теперь... Я абсолютно четко понимаю, что Демчога и Садкова не существует вне рамок моего восприятия. Если, слава богу, потому ты и держишься еще, да. Четко абсолютно понимаю. Вот. Но действительно, то, о чем вы говорите, это все-таки, ну, предполагает некое развитие фантазийное, некое развитие интеллектуальное, наверное. Часто его нету. А если то же самое вложить в человека, которому по большому счету все по барабану, это достаточно все по барабанистость некую и обратиться. Не дойдет это до шестируких красавиц или чудовищ. Я понимаю, и к чему вы клоните, я понимаю, да. Это немножко не моя территория. Я в любом... Я все равно останусь вне политики, да. И в политический контекст я не войду. Это не моя. Я шут при троне короля. Моя задача блюсти человечность лица правителя, да. И я готов хлестать по щекам как оппозицию, так и... Это моя художественная. И я не буду никогда делать это впрямую. Я никогда не выйду на улицу с плакатами, да. Но в художественном осмыслении я буду разбрызгиваться метафорами, которые будут будоражить, да. Это то, что я и делаю. Да. И есть эффект сотой обезьяны, да. Когда на двух островах, да, живут обезьяны. И если на одном острове сотая... То есть первая обезьяна взяла палку, и этот остров обучился, и сотая обезьяна тоже взяла палку, потому что ей удобно сбить продукт, на этом острове первая обезьяна тоже возьмет палку. Никогда не встречаясь, да. Есть информационные поля, которые каким-то образом связаны. Эволюционно. Не знаю, да. И поэтому, если еще 20 лет назад процент людей, которые, ну, были потенциальны к распаковыванию этого игрового видения мира, были, допустим, 15 процентов там или 10 процентов, то сейчас уже 25. Мистер Фримен, кстати, тоже совершил... На нем выросло целое поколение. И сама... Про мистера Фримена отдельно. И сама формула... И сама формула... Мистер Фримен, да, человек свободный. Да, сама формула, засаженная в головы людей 6, 8, 9, 12 лет, сейчас им по 20, да, они уже выросли в этих силовых полях, да, в этих вибрациях. Что такое с вопросами, что такое быть свободным, что такое свобода вообще и так далее. Где она начинается, где кончается и так далее. То есть они уже выросли в этих силовых полях. Интернет. Сериал Мистер Фримен по каким-то подсчетам с точки зрения охвата аудитории, вообще-то 60 миллионов. 60 миллионов! Это просто фантастика какая-то. Пока мы далеко не ушли от вопроса, Паша. Кстати, я хочу обрадовать также вот аудиторию. Я записал недавно целую серию новых роликов. И мы ждем 6-минутный большой ролик, премьеру, который отвечает на вопрос, где он был все это время. Все это время. Все эти три года. И куда пропал. Мы с большим удовольствием посмотрим. Я не знаю, называете ли вы себя буддистом, но по набору взглядов вы абсолютно точно буддист. Вне рамок площадки съемочной с христианином Ахлобыстином вот в этом смысле отношения легко устроились? Во-первых, я не буддист. Своим хулиганским именем и своими экспериментальными прыжками и ужимками я ни в коем случае не хочу порочить эту благородную действительно среду. У меня очень много всевозможных экспериментов. А буддийская традиция, она настолько глубокая, настолько серьезная, настолько всеохватна, что и ею занимаются особого сорта люди, что я на один уровень с ними даже не хочу претендовать вставать. Я все равно человек играющий. Я экспериментатор, джокер, трикстер и так далее. И я всегда таким, вероятно, и останусь. Мне очень нравится сравнивать себя. Ваня однажды меня описал. Он говорит, ты из разряда римских войск, которые выходили вперед перед легионерами. Это голодранцы, которые в руках ничего не было вообще. Какие-то палочки, луки, какие-то маленькие такие приспособления. И они в рэперском стиле стихами показывали зад, кривлялись, кидались грязью, какашками и так далее. Задирали это войско, оскорбляли всяческие. И когда те обозленные шли вперед, их встречали легионеры. И взрывали. А эти исчезали. Поэтому у меня всегда есть дверца, в которой я растворюсь. Я исчезну. Мне нельзя доверять. Мною можно воодушевляться. Это формула. И время такое. Сейчас гуру, как таковых, их не существует. Поверить кому-то слишком много скандалов и дискредитаций. Политиков, лидеров, которые могли бы сейчас устоять под напором такого количества взглядов, камер, гаджетов и так далее, где все все видят, все все снимают, все все выкладывают, и все готовы обкакать друг друга, вот просто щелкнуть пальцами, никто не может устоять. И поэтому другие среды. Недаром я говорю, что в этих средах вырастает совершенно новое, уникальное поколение, ключ к которому наше поколение уже не подберет никогда. Они вырастают в среде полного отсутствия уважения к информации, потому что, что бы ты ни сказал, все будет опровергнуто. Потоки информационные такие сильные, что поверить ничему нельзя. Они уже висят в воздухе. Они вырастают в среде колоссальной интерактивности, вырастают в среде эмоциональной избыточности. До 10 лет они уже упакованы, они уже старички. И вырастает совершенно новое поколение. Да, это multiple personality, это множественные личности. В 1986 году это еще числилось диагнозом психологическим, от этого лечили. Сейчас будет сниматься, Леонард Ди Каприо будет в роли этого Миллигана. Это вот один из первых феноменов, который протранслировал 24 личности, совершал преступления и потом не помнил. И искренне, как бы все говорили, гениальный артист, но так сыграть нельзя. И поэтому вскрыли этот диагноз. А сейчас вся среда толкает к тому, чтобы эти персонажи, они вырастали такими. Мой сын, multiple personality, он переключает себя, как каналы в телевизоре. Вот так. Но именно поэтому многие молодые люди ведут по 3-5 инстаграмов. Один инстаграм для этого, ну и так далее. И тем не менее про отношения с христианином Ахлобысти. Мы, и он, и я, мы знаем, что есть что-то, за что мы любим друг друга за пределами каких-либо ролевых функций. Понимаешь, да? И в любом человеке есть что-то, за что мы любим жизнь как таковую. Человека, фактуру, материю, вибрацию, да, теплоту, взаимообмена, да, сотворчество. Это все гораздо глобальнее и мощнее, что нас связывает, чем наши разделения и наши трафаретные мысли, идеологические трафареты, да, политические какие-то убеждения. Это все игрушки, которые недаром в одном политическом строе. Люди формировались в одних трафаретах, строй меняется, а они уже другие. Да, и мы говорим, ай-яй-яй, когда был Советский Союз, то вы а-а-а, а сейчас то вы а-а-а. Да люди меняются, они живые. Поэтому единственное, что может скрепить современный мир, это сострадание к многообразию проявлений. Если мы выращиваем в себе это сочувствие и умение как бы давать возможность всему развитию и так далее, да, тогда мир будет немножко любовнее, да, будет теплее. И любопытнее, и любовнее. А можно я, мне тоже, если разрушаешь, скажите, понятно, то, что вы говорите о многообразии, о любви, которая должна быть в мире, все это правильно. А что у нас с юмором сейчас? Вот вам нравится, насколько, как сейчас люди реагируют на юмор? Потому что на самом деле это, на мой взгляд, главный показатель здоровья или там и нездоровья общества. Это вообще изменилось за последние там 10-20 лет? Нет, ну, здесь нужно сравнить теплый юмор Жванецкого, да, и холодный издевательский юмор Камеди Клаб, например, да. Хотя ребята из Камеди Клаб, я считаю их очень одаренными, очень талантливыми. И я жду, когда, наконец, пройдя вот эти эшелоны славы, да, и уже стянув энергии на себя очень сильно. А энергия, которую вот слава, она очень меняет людей. Она переводит их в любом случае на новый уровень. Человек начинает очерчивать реальность все большими и большими кругами. Он обретает миссию, да, или понимание того, что в его руках воздействие на реальность. И он невольно начинает расти. Я жду, когда же они перейдут от этого холодного издевательского юмора к более широким охватам, да. Перейдут? Я жду этого, я хочу этого, я зову, потому что ребята очень талантливые, да. И вообще среда, которую они создали, все равно за ней будущее. Стендап — это как бы очень мощное явление, которое будет... То есть в стиле стендапа в итоге будет построено все телевидение. Мистер Фриман стендапер? Нет, стендап — это импровизация, это живое присутствие в потоке, опять же, вот вращение энергии. Это шутка, которая обладает харизмой рождения прямо здесь. Сейчас я делаю проект сказки, которые рождали... Сказки, создавшие себя сами. Да, это проект, который имеет отношение к семейной мифологии. И это мы хотим создать банк, в который каждый может загрузить сказки, которые рассказывают своим детям на ночь. Да, и чтобы каждый мог кликнуть и послушать. Это уникальная вещь. Как это прекрасно. Это уникальная вещь, потому что в момент, когда мама или папа рассказывают ребенку, у них на двоих один мозг. Потому что она цепляется прямо из... Мальчик порезал палец, допустим, к примеру. Жил-был мальчик, который однажды порезал палец. И начинается история, которая... Мальчик, он непосредственно в контакте рождения мифологии. И на этом примере возникает образование. И вот такой проект есть. Это же все-то индивидуальная вещь. Но кому это может заинтересовать, кроме вот этих двух людей, химии, между которыми возникает это же... Если есть банк, то поначалу человек, который не понимает вообще, как это возможно. Как начать не рассказывать сказку, а рождать сказку. Вот рождать прямо... Ведь мы же создаем детей по лекалам. Читаем книжки, рассказываем сказки, которые здесь уже заучены. Нет, нужно живое. Это живой акт любви. Ну, в каждом есть это живое, наверное. У каждого человека есть своя, это живая история. Да, да, да. Но это важно пробудить. Не каждый к этому пробужден. Если папа с мамой... Идея гениальная. ...выросли в определенных трафаретах, они и тебя, и ребеночка вырастили в трафаретах, да, за рамки которого он выйти не может. Школа игры, мой проект, он в основном как бы весь нацелен на то, чтобы завести творческую потенцию. Она у нас на уровне сердца, да, и чтобы забурлило, наконец, задвигалось желание сотворить мир, да. И поэтому я думаю, что люди, которые не умеют это делать, они сначала должны послушать, как другие это делают, да. И воодушевившись, а может быть, и у меня получится. Нет, да это классная идея. Нет, это не классная идея, это ужасная идея. Подождите, Вадим, я категорически с вами не согласен. Мне кажется, что каждый человек творит ровно настолько, насколько нужно конкретному человеку. И не надо заставлять его выводить какие-то в ваши реальности. Почему же вы заставляете творить того, кто творит ровно на своем уровне? Он, может, создаст одну маленькую сказку для своего сына, и все, на этом остановится. Может, больше и не надо. А вы хотите создать некий поток, в котором вся эта индивидуальность просто потеряется. И это тоже возможно. Спасибо. Прекрасно. Просто прекрасно. И все-таки мистер Фримен. Да. Мне хочется, чтобы почетче прозвучало в нашем эфире. Когда же мы в итоге дождемся... Ну, во-первых, я снова и снова хочу озвучить имена персонажей, которые составляют команду мистера Фримена. Это Паша Мунтян, это его идея. И он в какой-то момент, наслушавшись Фрэнки Шоу, вычленил меня и прошел через все стены. Потому что я же шифровался. Да. И тем не менее он пробился. И дожидался меня много раз около... Ну, на выходе из радиостанции и говорит, нам нужно создать интернет-версию с такой же харизмой, да, с таким же огненным колесом вращения и так далее. И вот родился как бы этот проект Павел Мунтян. У них сейчас офис на Кипре. Они уехали, к сожалению, из среды России. И сейчас там продолжают работать. Вот. Володя Пономарев, это художник. Художник. Это режиссер и художник, который непосредственно рисует и находит эту образность, динамику самого Фримена. Причем, когда вы говорите рисует, он действительно рисует. Рисует. Это не компьютерная графика. Это как бы вот рисовано рукой, да, это хендмейт. Да, и Толик Добржан. Это автор, ну, основных, вот как бы основной автор текстов. То есть пишутся, пишут все, это командная среда, да, но как бы вот собирает все это вместе и шлифует это вот как бы Толик. Ну, и я голос, да, плюс еще как бы харизматик идей там и так далее, и так далее. Вот, им, прежде всего, благодарность. Шесть минут новый фильм. Это возвращение, возвращение мистера Фримена, и из него будет понятно, где он пропадал, и он принесет новое измерение в реальность. Да, и ответ на все вопросы. Фильм, это не минутный и не полутораминутный, какие были предыдущие, это большая работа, все рисовано. Плюс они еще снимают какие-то виды и какие-то живые, живых людей там вклинивается, да. А, серьезно? Ну да, был же ролик, когда мистер Фримен ходил по Москве, не видели, нет? Но он был один. Один, да. Вот, и это примерно вот такая же будет там задействована такая технология. Вот, поэтому не могу сказать, я ждал к Новому году. Ролики записаны уже в сентябре. Да, я ждал к Новому году. Но у них же там заказы, они же, извините меня, в капиталистической стране живут уже. Поэтому там они вынуждены бороться с конкуренцией и так далее. У них есть заказы, это откладывается, потому что Фримен денег не приносит. Это зов души, это песнь истинного художника. Да, поэтому он Фримен, он не продается. И как только он продается, он теряет сразу же. У нас был эксперимент, да, и сразу же все идет на спад. Нет, он должен блюсти вот эту вот неприкосновенность транслятора. Это даже с Масяней, как только она стала коммерчески успешной, Масяня умерла. А мне, конечно, в любом случае умерла бы. Здесь в этом смысле меня восхищают смешарики. Вот просто потрясающий. Очень достойный проект. Достойный, мощный, педагогический. Которые, между прочим, вышли на большой экран. Что, кстати, тоже не очень хорошо. И коммерчески очень успешный. Да, да. Но потом это создает поколение действительно. И каждый мультик я смотрю с сыном, он у меня просыпается под смешарики. И каждый раз я смотрю и нахожу для себя. Смешные вещи, остроумные, глубокие и так далее. Ну вот, как бы, поэтому мультипликация может быть коммерчески успешной. Прежде всего не произошла та самая усталость металла, которая произошла с интернами. Почему, собственно, и свернули. Дай Богу. Слушайте, спасибо огромное вам за этот разговор. Спасибо. Спасибо вам, потому что у вас восхитительные уши. В ваших силах поля хочется говорить, говорить, говорить. С ушами, но слава богу, это правда. Да, да, да. И, как сказать, иногда, поверьте мне, иногда очень скучно говорить с журналистами. И ты думаешь, господи, ну что же, как бы, вот, и не говорится вообще. Да, то есть, вращение не происходит. Да, а у нас возник такой огненный круг. Спасибо вам за него. Ну, спасибо огромное. И вам спасибо, что вы были с нами. Антон Росланов, Павел Садков, с нами был Вадим Демчук. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.